здравствуйте с вами техника здоровья и я ольга лебедь сегодня я хочу протестировать блендер новинку которая только появилась на нашем рынке модель king mix чем она хороша во первых всех моделей появились теперь японские ножи тайванские сальники и теперь это уже получается не такой чистый китаец как как раньше уже такой метис с признаками цивилизации все больше также появилась чаша чаша теперь сделана из тритана как заявляет производитель к сожалению не сделали маркировки нигде на чаше но по всем документам идет что чаша tritan bpi free все как положено ну и самый главный плюс это новая форма который в принципе я еще не видела в этой ценовой политики на рынке в этой вот как бы нише ценовой это очень широкая чаша и хороша она тем что может как бы заявлено что может она перерабатывать более тяжелые такие продукты я сейчас как раз собираюсь протестировать и сделать из сухофруктов смесь это действительно очень тяжело здесь у меня 600 грамм сухофруктов такая внушительная масса обязательно их замачиваем потому что конечно с сухими вообще в принципе ни один блендер не справится и вообще изначально изначально блендеры это всегда была история про то что жидкое что-то то есть в основном это смузи он поэтому блендерит если вам что-то надо измельчить нарезать нужно в принципе брать тогда другую кухонную технику такой как кухонный процессор или блендер с s-образным ножом который будет дать чуть медленнее работать но он так потихонечку потихонечку все измельчит все пытаются как-то сэкономить но и по эргономичности занять меньше места на кухне поэтому сейчас уже все производители стали закладывать функции то есть движется все вперед когда уже можно делать не только смузи но и например там муку ореховую пасту вот какие-то очень сложные вот такие продукты как сухофрукты либо мясной фарш в принципе все это уже стало возможным нож шестилопастной очень длинные лезвия как раз сделаны под эту форму чаши мощность у него в принципе ну как сказать относительно небольшая 2000 ватт заявлено но при этом при этой небольшой мощности он дает конечно превосходный результат пять режимов работы один из них ручной то есть четыре заложенных на пятом вы можете регулировать скорость выше ниже по времени выставить сколько вам надо то есть это очень удобно собственно начнем не рекомендую закладывать орехи сразу вместе с сухофруктами но с этим точно не справится ни один блендер нужно уже другая машина поэтому давайте будем реалистами все-таки это блендер для домашнего пользования для домашнего не коммерческий он профессиональный еще раз повторюсь в чем разница очень многие путают профессиональные блендеры с коммерческим профессиональные то это означает то что он может справляться с очень сложными продуктами как волокнистая зелень например там лед или орехи вот сухие зерна а коммерческий когда все делает то же самое но уже в коммерческих целях то есть когда это вы можете просто без остановки гонять так как блендер устройства достаточно то есть он очень быстро нагревается то но в принципе не рекомендуют больше там я не знаю трех минут гонять но просто перегревается опять все зависит от мощности блендера так приступим 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 нажму вот на эту программу делаем поправку получается что вот эта вещь лучше все-таки делать на ручном режиме смотрите половину он сделал но масса правда настолько очень густая и тяжелая что конечно ему тяжело но больше ну процентов наверное 70 он сделал уже то есть мы можем поправить массу либо добавить чуть-чуть воды чтобы помочь я продолжу на ручном режиме добавила чуть-чуть водички так ручной режим так ну в принципе смотрите он справился масса конечно очень такая перообразная пюрешка тяжелая прям вязкая но тем не менее вот так вот чуть двух заходов получилось пюре в общем-то я считаю зачет потому что в начале когда мне об этом говорили я не сильно рассчитывала вот дело сделано я сейчас сделала в принципе самый простой вариант я просто взяла курагу и финики то что было под рукой если честно вы можете добавить и инжир и сухие яблоки например там бананы и орехи и смолоть семечек каких-то добавить во первых эту массу можно дальше например выложить дегидратор и подсушить и вас получится вот эти как раз лакомства которые продают очень часто как батончики которые взрывные с энергией какая как они там правильно называются вы можете сделать это будет тоже как основа для сыроедных конфет где вы можете сформировать шарики также например обвалять либо в кокосовой стружке либо дальше в семечках ее можно есть просто самостоятельной как пасту вот это но тоже такая намазка очень вкусная либо использовать как начинку далее в пироги в торты ну то есть тут достаточно широкий спектр повторюсь это опять без сахара это свое это натуральное чистые микроэлементы то что вы получаете ну и чистой энергии считай как бы такая такая углеводистая такая бомбочка вот с чем-то конечно типа восточных сладостей можно какие-то варианты специи немножко добавить ну то есть фантазии конечно она безгранична моя задача прежде всего конечно показать вам возможности профессиональной техники и блендера то есть когда у вас есть профессиональный блендер он позволяет вам делать ну очень расширяет ваши возможности и вы можете уже сами готовить сложные достаточно вещи и сами контролировать что вы туда кладете потому что производители ну ну в принципе все практически к сожалению жизнь такова все будут экономить все что идет на какие-то пасты это всегда идут не самое лучшее как сказать все красивое самое что целенькое можно вынуть она продается на рынке но всегда есть какой-то лом некондиция которая ведет во всевозможные пасты и и так далее в конфеты то есть все что перебор перерабатывается вы это не увидите вкус сохранится поэтому только дома когда вы делаете возьмете отборное для себя сделать для своих детей и будьте уверены в качестве с вами была ольга лебедь техника здоровья приглашаю вас наш шоурум либо на наш сайт техникадефездоровье.рф всем здоровья и счастья